Дело в том, что Крым для Китая не интересен ни с какой точки зрения, потому что даже торговля с Украиной, это в 2020 году это 15 миллиардов долларов торгового оборота, это менее 1% от торгового оборота Китая вообще со всем миром. То есть мы видим 600 миллиардов с Соединенными Штатами Америки, 600 миллиардов приблизительно с Европейским Союзом, 200 миллиардов с Японией и так дальше, 100 миллиардов с Россией, поэтому сколько будет торговля, например, с Крымом и какой вес каких-то экономических инвестиций, либо преимуществ, либо логистики может Крым дать для государства Китай, мы должны понимать, что Китай это та страна, которая в среднесрочной перспективе готовится стать одним из лидеров в мире и готовится стать сверхгосударством, сверхдержавой. Запад на самом деле для Китая является основной целью, это источники инвестиций, это огромные рынки, о которых я говорил, 600 миллиардов, 500 миллиардов. Поэтому какое-то значение для китайской экономики Крыма, конечно же, нет, и для китайских компаний, конечно же, оно очень маленькое, но Украине необходимо, с моей точки зрения, очень внимательно за этим следить, потому что после маленького бизнеса может прийти средний бизнес, после среднего бизнеса может прийти большой бизнес, это уже связь с государством, это уже легитимизация аннексии Крыма. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok